Портников, журналист, выходит с нами на прямую связь. Виталий, здравствуйте. Да, Виталий, слышится ли вы нас? К сожалению, у нас почему-то нет звука. Подсказывает режиссер. Может быть, сейчас звук появится. Но я пока напомню, что можно подписаться на нас в Телеграме. Ссылка закреплена сверху в комментариях. Можно подписаться на нас в Инстаграме. И также можно подписаться на нас в Ютубе, потому что до миллиона нам не хватает около 14 тысяч. Чуть больше 14 тысяч отделяет нас от миллиона. Можете как раз это сделать. Но вот мы стараемся сейчас... Сейчас слышите меня? Да, отлично. Виталий Портников с нами на прямой связи. Мы вас слышим и видим. Виталий, мы, конечно, хотели начать с другого, но так получилось, что появилось расследование ФБК, где утверждается... Это пока еще судом не подтверждено, но утверждается как раз журналистами-расследователями о том, что Леонид Невзлин мог быть причастен к нападению на Леонида Волкова. Успели ознакомиться с этим скандалом? Нет, я не увидел этого, и я, честно говоря, не очень хочу это комментировать, потому что я не хотел бы комментировать какого-либо рода расследование ФБК, которое касается каких-то внутренних проблем в российской оппозиции. Мне кажется, что это очень странное обвинение. Если мы говорим о репутации Леонида Волкова и репутации ФБК, то это уже проблема, которую, мне кажется, нужно рассматривать на уровне тех интересов, которые стоят за моими представлениями о том, чем нужно, в принципе, интересоваться. Я удивляюсь вам, Вадим, что вы интересуетесь вопросами, которые являются третьестепенными с точки зрения происходящего в мире. Вопросами, которые очень странно, но есть некая организация, которая давно уже не влияет ни на какие события в России, которая делает какие-то расследования, которая снимает какие-то фильмы о 90-х. Почему мы должны с вами в медиапространстве предоставлять этой организации дополнительные возможности для саморекламы? Я бы здесь посмотрел на ситуацию чуть по-другому, потому что вот есть то, что называется российская оппозиция, российская оппозиция в изгнании. Может быть, это не совсем верное определение, потому что воздействия на Кремль у них нет, но, тем не менее, это люди, которые в том числе помогают Украине или пытаются помогать Украине. Ну да, безусловно, Леонид Невзгин – это человек, который действительно помогает Украине. Говорить о том, что ФБК помогает Украине, в этом, мягко говоря, преувеличение. Мы знаем, что ФБК своей деятельностью, в том числе и постоянными призывами к легеметизации путинского режима, который осуществляется ими во время каждых так называемых выборов Российской Федерации, содействует в сохранении этого режима в его вот такой вот, я бы сказал, нынешней форме. И ничто, что происходит в России, даже гибель их бывшего руководителя Алексея Навального, не убеждает их в необходимости реалистичнее посмотреть на происходящее. Мы это неоднократно видели. Я неоднократно говорил, что одним из самых ярких таких моментов поддержки путинского режима было умное голосование, когда в результате этого голосования в Государственную Думу России попадали люди с окровенно неонацистскими взглядами, которые потом требовали убивать всех украинцев, благодаря именно умному голосованию, благодаря этой безумной идее, что КПРФ, ЛДПР и справедливая Россия чем-то отличаются от единой России. Мы этих людей видели в Госдуме. Я уже не говорю о недавнем выступлении Юлии Навальной, которое вызвало возмущение у многих, так сказать, представителей российских народов, где она с каким-то удивительным уничижением говорила о деколонизации. Я сейчас даже не говорю о распаде России, но само представление о том, что политическая деятельница русского этнического происхождения не понимает, как ее народ влияет на другие народы, которые были или остаются частью Российской империи или Советского Союза, это уже говорит о готовности смотреть на Россию путинскими глазами. И вы меня пытаетесь убедить в том, что я должен комментировать какие-либо расследования этих людей. Таким образом, опять-таки, легитимизируя их, пусть этим занимаются те, кто разделяет их собственные взгляды на то, что должно происходить с Россией вообще и с русским народом в будущем. Это точно не моя задача. Я здесь, скорее, даже хотел начать с этого, потому что, ну, есть такая точка зрения, я не знаю, согласна, не согласна, я с ней, что, в общем, перемены внутри России начнутся, собственно, может только народ, его представители. И, соответственно, когда мы говорим, не знаю, там, об оппозиционном крыле, то это тоже часть России, в изгнании которой может все это повлиять. Мы пока что с вами еще никогда не видели перемен в России, которые начинались бы по стремлению народа и его представителей. Большая часть перемен в России происходила потому, что такие решения принимались в Центральном комитете КПСС или на Лубянке. Никаких других перемен, по крайней мере, с февраля 1917 года, мы не наблюдали. А та Россия, которая возникла в результате большевистского поворота, это страна победителей в гражданской войне. Поэтому никакие перемены в России не будут диктоваться тем, что происходит в ее давно уже разложившемся обществе. Перемены в России будут диктоваться теми людьми, которые сегодня находятся в Кремле, если они вообще хотят этих перемен. Но пока что их действия, их представление о том, как должна действовать Россия, что должны делать русские, они отвечают представлению самого русского народа и его шовинистической сущности. Поэтому не надо придумывать какие-либо перемены. Люди, которые сейчас находятся в ФБК, так в ФБК и останутся. И никакого отношения ни к российским политическим процессам, ни к реальным настроениям в российском обществе они не имели, не имеют и иметь не будут. Потому что когда люди даже борются с коррупцией, не понимая, что эта коррупция в России помогает нам выстоять в Украине, воюя с Россией, что если бы не было коррупции в Российской армии, то Российская армия, может, гораздо дальше бы продвинулась, гораздо больше бы разбомбила, больше бы ракет на мою голову скинула. И они считают, что это их антикоррупционная борьба, это большой подвиг. И говорят, ой, вы видите, там заместителя министра обороны сняли, потому что мы делали расследование, как замечательно, теперь будет более... Это такая честная заместитель министра обороны. Лучше будет убивать. Почему мы должны с вами всерьез воспринимать это сумасшествие? Аж политическое сумасшествие. Самое настоящее. Какими переменами могут быть связаны люди, которые в принципе не могут вообще выдержать экзамены на психическое здоровье? Политическое. Политическое, подразумевается. И вы хотите, чтобы опять-таки я комментировал какие-то расследования? Как будто сущность ситуации, она в Геленджике или прочей там Лабуде, которой эти люди всю жизнь занимаются. Послушайте, у нас была ровно такая же история с Януковичем. У нас было очень много моих коллег, для которых главным вопросом была резиденция Януковича в Межигорье. Вот он приватизировал резиденцию в Межигорье. Это, конечно, такая коррупция, которая по сравнению с российской коррупцией детские игры. Тем не менее, ему очень понравился правительственный санаторий, в Межигорье. Он превратил его в свою резиденцию и приватизировал незаконным образом. И очень многие мои коллеги, они этим занимались тщательно. Рассказывали о том, что Янукович вот так вот приватизировал Межигорье. А его некоторые соратники мне говорили, а ты знаешь, а мы ему советовали переехать в киевскую квартиру, но он не хочет, ему там нравится жить. У него там любовница, новая семья, жизнь полной чаши. Ну вот то, о чем он всю жизнь мечтал. И он не хотел оттуда уезжать. И бежал оттуда в результате, кстати, в Россию. Именно из Межигорье он бежал. Вот. И я им все время говорил, слушайте, а вот если бы он уедет в киевскую квартиру, Янукович, это означает, что кураторы в кабинете главы правительства, главы СБУ, министра внутренних дел, других, так сказать, украинских ведомств, кураторы из Москвы, из Лубянки, которые там сидели и диктовали им, что им делать, что им подписывать, что им не подписывать, что они исчезнут. Если Янукович уедет в киевскую квартиру, то это подлый закон Кивалова и Колесниченко, который был направлен против функционирования украинского языка в нашей стране и превращения юга, востока и востока нашей страны в русскую цивилизационную резервацию. Он что, будет отменен? Харьковские соглашения, которые превратили Черноморский флот России в оккупационный контингент в Крыму и фактически противодействовали невозможности вывода этой террористической организации на кораблях. Слава богу, сейчас она уже почти уничтожена. Надеюсь, что мы закончим ее уничтожение в скором времени. Вот. Она что, будет выведена оттуда? Это вот вся плотиле ржавых кораблей. Что изменится, если Янукович просто откажется от своей коррумпированной резиденции? Если коррупция тотальная? Что вообще изменится, если эти люди перестанут быть коррупционерами? Когда их главная источность не в том, что они воры, а в том, что они российские агенты. Вот тут то же самое. Разве суть российской государственности в ее коррумпированности? Нет. Суть в том, что это нацистская шовинистическая банда, которая поддерживается своим народом именно потому, что это нацистская шовинистическая банда. И этот народ готов простить ей коррупцию именно потому, что она убивает, нападает, растлевает, насилует, грабит, занимается всем тем, чем, как правило, занимается шовинистическая банда на чужой земле. А эти люди все время пытаются убедиться эстетического, что главное не это, а то, сколько, извините меня, миллиардов украл Путин. Да понятно, сколько. Много. А Мишустин с Ведведевым еще, может быть, больше. У них был доступ к потокам, когда они были во главе правительства. Ну и так далее. Это даже не отрицается. Но суть вообще не в этом. Не в существовании ФБК. ФБК же называется фонд борьбы с коррупцией. Оно же должен называться фонд борьбы с империей. А это подмена понятия. Она же катастрофическая. Катастрофическая. Это просто клеймо, которое говорит о том, что не может быть никаких перемен. Это же все время. Понимаете, ГБУха. Я уж просто буду с вами говорить языком новодворской. Она же все время так делает. Вот и был не совсем уравновешенный персонаж в белорусской политике. Саша Лукашенко, депутат Верховного Совета Белорусской ССР, который выходил на трибуну и рассказывал, сколько гвоздей. Тогдашний глава Верховного Совета Белорусской ССР, а потом Республики Беларусь, Шушкевич, использовал гвоздей государственных для ремонта своей дачи. Маленькой такой дачи, понимаете? Советской. И все белорусы были в восторге. Акоин антикоррупционер. С ума сойти. Борец с коррупцией. Он до сих пор борется с коррупцией. Вот вы, не знаю, читаете ли вы его речи, он регулярно раз в полгода обличает разных там чиновников, прокуроров, министров, в том, что они коррупционеры, снимает их с должностей, перетрахивает кабинет министров свой. А суть же была не в том, что он борец с коррупцией. А суть была в том, что он российский агент, обыкновенный агент Лубянки, которого поставили во главе Беларуси для того, чтобы контролировать Беларусь, для того, чтобы не дать ей возможность нормально развиваться, для того, чтобы убить белорусский язык. Поэтому, когда меня в этот дискурс помещает, меня это вызывает чувство отвращения. Я вам исчерпывающе ответить? Да, вполне. Я хочу как раз продолжить. Не говоря уже о том, что я с искренним уважением отношусь к тому вкладу, который действительно вносит в помощь Украине Леонид Невзин. Леонид Невзин, мой старый товарищ, я знаком с ним со времен еще российского и еврейского конгресса. Это давнее, хорошее отношение, которое длятся десятилетиями. Десятилетиями я совершенно не собираюсь даже этого скрывать. Я неоднократно брал у него интервью публичное. Я считаю, что этот человек с целостной позицией, но я не собираюсь его защищать от расследования ФБК. Я просто вам говорю о том, что это для меня совершенно разные вещи. Потому что политическая позиция Леонида Невзина, по крайней мере, в последние десятилетия, у меня не вызывает вопросов. А политическая позиция Алексея Навального и его сторонников у меня вызывает вопросов. Мне очень жаль, что Алексей Навальный оказался не способен правильно оценить политическую ситуацию в России и погиб. Фактически попав в те ловушки, которые для него старательно расставили те люди, с которыми он мог поддерживать отношения в российской элите. Это обидно. Любая смерть, она обидна. Но то, что деятельность Алексея Навального объективно способствовала легитимизации всего того, что мы видим в России, это тоже, к сожалению, правда. Потому что главное изменение, которое может произойти в России в будущем, это ее деколонизация и деимпериализация. Я опять-таки избегаю слова «развал», потому что я считаю, что русским нужно, по крайней мере, привыкнуть к равноправию с другими народами, а не постоянно порабощать, маргинализировать и угнетать их, чем они занимаются всю свою историю, извините, со времен Ивана Калиты. Больше ничем не занимались. Вся русская история — это история угнетения других. Вот мы сейчас говорим о западной тенденции к деколонизации. Патроссия — это колониальная империя, которая не выучила своего прошлого, не изменилась за него. И в конкретном случае еще и не хочет, чтобы оно окончилось. Она еще пытается завоевать другие территории, чтобы все это продолжалось. Ну, что вам сказать? Обидно, да? Но дальнобойные системы вооружений, они могут существенно изменить ход войны, как вы думаете? То есть... Дальнобойные системы вооружений могут уничтожить часть российского арсенала, если будет разрешено с помощью этих систем бить по военным объектам Российской Федерации. Они могут уменьшить количество обстрелов в украинской территории, гибели украинских людей. Они могут сдержать темпы наступления российской армии. Но я не думаю, что это существенно изменит ход войны в ситуациях, когда у российского руководства нет даже мысли о том, чтобы эту войну окончить. Это просто может заставить их подумать об этом окончании. Я вам всегда говорил, что есть три условия окончания войны. Первое, чтобы российские войска остановились на нашей территории и не могли идти дальше или могли быть выбиты с этой территории. Второе, чтобы все эти бомбежки, которые сейчас происходят в украинских городах, не привели к инфраструктурному краху Украины. И Россия убедилась в том, что краха нет, что люди продолжают здесь жить, никуда не уезжают, и украинское государство функционирует. Третье, чтобы в результате всего этого мы бы констатировали, что Россия несет больше потерь, чем приобретает от этой войны. Вот эти три условия необходимы для того, чтобы задуматься о хотя бы прекращении огня. И о том, что мы можем сказать окончательно всевдогосударству Russia goodbye. Вот у вас вот автограф Андрея Данилки я вижу за спиной, поэтому это чистая ассоциация на автограф. Да. На ваш взгляд, все-таки, вот если посмотреть на... То есть у Путина нет ощущения, что он не справляется. То есть что... Ну, есть такая точка зрения, опять же, да, я ничего не утверждаю, но есть такая точка зрения, что он хочет заморозить конфликт, хочет взять передышку для того, чтобы накопить силы, ну и пойти дальше. Понятно, что в глобальном смысле он останавливаться не собирается. Но, тем не менее, он хочет сейчас притормозить, просто не знает, как это довести. Я пока что не вижу доказательств того, что он хочет притормозить. У нас есть такое представление, Россия его активно поддерживает, что Путин хотел бы при остановке конфликта, а Зеленский не хотел бы. Мы никаких оснований говорить, что это так, мы не видим. Еще сейчас, допустим, Сергей Шойгу говорит, что условием для мирных переговоров должен быть вывод украинских войск из Курской области. До того, как украинские войска были в Курской области, условием переговоров было выводы украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. До этого момента были какие-то другие, как мы помним, события, которые были связаны с требованием демилитаризации Украины, денацификации. Эти все требования никуда не снимались. Мы всегда спрашивали, что такое Украина и что вообще она представляет из себя для понимания Путина. Так что в этом смысле мне кажется совершенно очевидным является тот факт, что для Путина на сегодняшний день, если он даже и думает о передышке, эта передышка должна быть максимально унизительной для Украины. То есть передышка, которая должна привести к дестабилизации ситуации в Украине. Но я и этого не вижу. Еще раз говорю, передышка наступит, если они остановятся. Они пока не останавливаются, они продолжают наступать под Покровскими. Это как в каком-то фантастическом фильме. Все эти дикие вообще звери лезут со всех сторон, а вы говорите, что они хотят остановиться. Где вы это видите? Как вы это понимаете? Они это сами пишут в телеграм-каналах, чтобы вы как-то расслабились. И, понимаете, они вообще, понимаете, они же вообще все время пытаются создать ощущение, прежде всего украинцев, что все скоро закончится. А зачем? Чтобы люди считали, что они не должны идти в вооруженные силы. Понимаете? Если через три месяца все закончится, зачем мне идти? И так скоро будет перемирие. Зачем мне гибнуть? Это специально все делает и с помощью их пропаганды, и с помощью их агентуры у нас, чтобы расслабить людей, чтобы легче было потом оккупировать новые территории. Это обыкновенная российская пропаганда. И данные, они одни подвержены. Я видел сегодня интервью Джей Ди Венса, который говорит, мы предложим им остановиться на линии разграничения между Россией и Украиной. На линии разграничения войск. А России зачем останавливаться, если она наступает? Они знаете? Чтобы Трампа удовольствие доставить? Про то, что война может закончиться в этом году, Дмитрий Гордон, кстати, говорил несколько раз. Дмитрий Гордон человеку, у которого может быть много колод кар-тара. И он может на них гадать. Как и многие другие люди, которые весьма профессиональны в этом искусстве. Я, к сожалению, политический аналитик. Я умею тоже гадать на Таро, мы можем с вами как-нибудь встретиться, я вам погадаю в эфире. И расскажу вам, когда закончится война. Но если вы хотите профессионального разговора, а не гадания, то никаких предметов, признаков того, что война закончится в ближайшие годы, я не вижу. Пока у России будет потенциал воевать, она будет воевать. Я рассчитываю оптимистично, что в ближайшие 10 лет война закончится. Этот конфликт, кстати, длится уже 10 лет. Но я считаю, что главным условием для прекращения войны является исчерпывание российского потенциала военного, демографического, экономического. Пока я не вижу никаких признаков этого исчерпания. А для чего, на ваш взгляд, Сергей Шойгу появился перед камерами, он дал первое интервью, если это можно назвать интервью, к журналистике это мало отношений имеет. Но, тем не менее, он появился в таком формате, где ведущий задавал ему вопросы впервые после своего перемещения с поста министра обороны Российской Федерации на пост секретаря Совбеза. Это чем-то напоминает такое СМС от Путина. У нас с вами просто какой-то вечер, который вы меня вталкиваете в сферы, которыми я не должен заниматься. Вот, так сказать, теперь вы меня втолкнули в чулан с кремленологией. Сергей Шойгу появился публично. От этого ведь зависит, или я переоцениваю, скажем, роль вот всех этих колебаний в Кремле? Переоценивайте роль колебаний в Кремле. Сергею Шойгу очень важно на фоне ареста его соратников в Министерстве обороны, тем, что скоро уже всех арестуют вокруг него, доказать, что его аппаратный вес не изменился, что он может разговаривать в публичном плоскости, давать некие ответы от имени Путина. Он ведь не только появляется в медиапространстве с интервью, он совершает визиты. Вот недавно, как вы помните, был его очередной визит, в котором он делал политические заявления. Он постоянно этим занимается. Это доказательство его политического выживания. Ему нужно показать, что с ним ничего не произошло. Да, там Тимур Иванов. Да, другие заместители министра обороны. Все сидят. А он тут ни при чем. Он не отвечает за тот уровень коррупции, который существовал в Министерстве обороны во время его нахождения на должности. Это вот простая вещь. Так, между прочим, все делали при Сталине члены политбюро. Когда у них окружение арестовывали, так они совершенно спокойно, там сказать, выступали со статьями в правде, рассказывали о гении Сталина. Так, кстати, было с бывшим канцером Папеном. Помните? Во время одного из нацистских путча, когда он был уже вице-канцером, у него убили, убили помощника, его ближайшего соратника. Но он продолжал вообще изображать полную уверенность в своем аппаратном весе. Ну, так бывает в тоталитарных режимах. Пока тебя не посадили и не отправили в отставку, ты должен демонстрировать, что у тебя все хорошо, иначе все вокруг решат, что тебя завтра посадят. Вы просто там никогда не работали, вам повезло. Можно еще вспомнить пример Суслова, секретаря по идеологии, который вовремя брал больничный. Один раз даже, если не ошибаюсь, был в коме в тот момент, когда попадал в опалу. Это тоже способ выживания в такой среде? Разные есть способы выживания. Есть способы выживания, когда ты вовремя присоединяешься к правильной группе. Есть способ выживания, когда ты просто бежишь. Григорий Иванович Петровский, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ и председатель Президиума Верховного Совета УССР, бежал с Украины на конспиративную квартиру к своим друзьям в Подмосковье. И после... Все члены Политбюро и кандидаты в члены Политбюро ЦК Компартии Украины, все три состава ЦК Компартии Украины были расстреляны в 30-е годы перед, так сказать, назначением Никиты Хрущева первым составом ЦК КПБУ. И после его назначения тоже были еще расстрелы, чистки и так далее. А Григорий Иванович благополучно работал завхозом в Музее революции в Москве. Получил еще звание в 50-м каком-то, не помню уже году, Героя социалистического труда. Кстати, если вы помните, его именем был назван город Днепропетровск. С 37-го года по 54-й никто не объяснял, что это за название. Потому что Григория Ивановича не существовало. Он просто прятался. У человека был город огромный, названный в его честь. А сам он сидел в чулане. Это тоже метод выживания. Может, Шойгу тоже скоро в чулане окажется где-нибудь, в Тувинской тайге. Я же не знаю, какие у него планы. Илья задает вопрос в Телеграме. Виталий, интересно ваше мнение о прошедших дебатах между Харрис и Трампом. Чья взяла, чья позиция, в частности, по Украине приемлема для вас? Спасибо. Я думаю, что тут нет особых ответов. Мы прекрасно понимаем, что Камала Харрис на этих дебатах защищала ценности, а Дональд Трамп защищал Дональда Трампа. Чем он, собственно, занимается всю свою жизнь. Что касается подходов к войне в Украине, то опять-таки это еще раз демонстрирует, что Камала Харрис, при том, что она не была конкретной в вопросе о том, как должна закончиться эта война и каким образом, и прочее, какой план должен быть для продолжения американской помощи, она, тем не менее, защищала ценности, когда говорила об этой войне. А Дональд Трамп говорил о том, что эту войну нужно просто закончить, усадив Путина и Зеленского за стол переговоров. Кстати говоря, еще раз напоминаю, что сегодня кандидат на пост-вицепрезидент от республиканцев Венс конкретизировал эти заявления Трампа, сказав об окончании войны на линии разграничений. Поэтому, когда речь идет о ценностях и о самолюбовании, вот Трамп человек без ценностей, без любых, то я выбираю ценность. Я, кстати, не говорю, что это происходит потому, что мне не нравится какой-то правоконсервативный мейнстрим. Я считаю просто, что Трамп его не отражает. Я бы на этих выборах, конечно, голосовал бы за Камалу Харрис. Но если посмотреть на американскую историю, то были бы не раз выборы, когда бы я голосовал за республиканцев. Я голосовал бы за Рональда Рейгана, потому что я понимал бы его те ценности, которые он отстаивает. Я голосовал бы за Джорджа Буша-старшего. И младшего. Возможно. То есть я в основном, если я смотрю на американскую историю, свидетелем которой я был, я вряд ли голосовал бы за Джимми Картера и даже за Билла Клинтона. Но когда речь идет не о соревновании разных дискурсов ценностных, которые отстаивали, допустим, Рейган и Клинтон, Буши и Маккейн, Ромни и Обама. А когда речь идет о соревновании ценности и неценности, я считаю, что люди, которые голосуют за неценности, голосуют за собственный крах. И именно так воспринимают избиратели Трампа. Потому что они не могут мне толком объяснить, за что они, собственно, голосуют. Кто-то говорит, мы хотим жить лучше. Кто-то говорит, нам не нравится то, что сделал Байден в экономике. Это все понятно. Но это означает, что люди, в принципе, не понимают, как появились Соединенные Штаты и почему они есть. Потому что те люди, которые создали Соединенные Штаты, они не просто боролись за то, чтобы не платить налоги английскому двору. Они боролись за свободу собственных действий. Вот это важный момент. Светлана задает вопрос тоже в Телеграме. Виталий, появились сообщения, что убиты сотрудники Красного Креста. Жидать ли чего-то, кроме озабоченности? Что должно измениться, чтобы международные организации могли реально защищать мир и законность? Кто может инициировать такие изменения? Главы государств, Евросоюза, НАТО или кто-то еще? Я могу вам сказать очень простую вещь. Все это имеет значение, международное право, когда государство его соблюдает. Это касается и Международного криминального суда в Гааге и недавней поездки Путина в Монголь. Это касается и Международного Красного Креста. Если кто-либо не берет на себя добровольный обязатель соблюдать международное право и у мира нет возможности привлечь его к ответственности, то никого международного права нет, что мы уже видели в 2014 году в Крыму и так далее. Ну вот по поводу этих террористических атак, которые проводит Российская Федерация по гражданской инфраструктуре, по домам, по детским садам, по там... Ну, вы сами все прекрасно знаете. Да, я не знаю, я вижу, это разные вещи. Знать и видеть это не одно и то же. Видите, я согласен, конечно. Это более уместное обозначение. Я просто, знаете, стараюсь понять, а что останавливает Запад от предоставления разрешения? То есть, вот почему так долго Украина не получает разрешение на применение... Страх перед ядерным конфликтом. Отвечаю вам на это. Страх перед ядерным конфликтом. Если бы у России не было ядерного оружия, Россию давно бы уже ждала судьба Югославии Слободана Милошевича. После вторжения в Украину такую страну, сам Запад бы бомбил ее военные объекты. Не Украин. Соединенные Штаты просто уничтожили бы все военные объекты Российской Федерации. За неделю была бы операция, какая-нибудь буря в Сибири. Специальная военная операция. И ничего бы не осталось. Понимаете? А поскольку есть страх перед ядерной войной, то западные политики предпочитают таким образом действовать, чтобы избежать возможной эскалации, как они говорят. И только ухудшают ситуацию, длят эту войну, убеждают Путина в его безнаказанности. Ну вот это и есть реальность. Ну а Курская операция ВСУ не снялась красной линией? Вот. Как раз значительная часть Курской области сейчас под контролем ВСУ. И не произошло применение ядерного оружия. Ведь мы помним заявление Путина и Медведева. Не произошло, но, насколько я понимаю, ядерная доктрина Российской Федерации нынешняя не предполагает возможности применения ядерного оружия в ситуации, когда ничто не угрожает существованию государства. С точки зрения российской ядерной доктрины вторжение в Курскую область это не большая опасность, чем бои в Донецке, Луганске, Херсонске и Запорожске. И с точки зрения России это тоже часть Российской Федерации. Вот если я российская ядерная доктрина будет пересмотрена, она не шантажирует ее пересмотрен, тогда может ситуация измениться. Но пока что это вот так. Но они готовы. Опять же, если мы представляем Путина как человек, который хочет жизнь, но он сидит за этими длинными столами и озабочен своей безопасностью, то умирать он, видимо, все-таки не собирается, не планирует и не очень хочет. Но применение ядерного оружия это не конец для него? Я не думаю, что применение ядерным государством ядерного оружия против неядерного это конец для Путина. Уже, извините. И я не думаю, что так думает Путин. Он может считать, что у него есть политические риски, но он точно знает, что никто не будет предпринимать шагов, которые приведут к его ответному ядерному удару, допустим, по ядерному государству. По крайней мере, он так считает, я вас уверяю. Я не знаю, что американцы сказали русским, чтобы удержать их от применения ядерного оружия в 2022 году, когда Сергей Нарышкин встречался с Биллом Берсом по рассказам о Берсе. Но я думаю, что речь тут прежде всего о политических рисках больших. И, кстати говоря, есть еще Китай, которому явно тоже не хочется, чтобы ядерное оружие было пущено в ход. У вас есть прогноз, что будет дальше? Представление? Ни у кого во время войны нет прогноза, что будет дальше, кроме моего коллеги Дмитрия Гордона, на которого вы ссылались. Ну что ж, тогда будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Виталий Портников был с нами на прямой связи. Спасибо вам и до следующего раза. Всем доброго. Удачи. Мы продолжаем.